Эксперты аудиторско-консалтинговой сети Финэкспертиза считают, что стоимости продуктов в январе стали максимальными за последние пять лет. О том, с чем это связано, узнаете в нашем следующем сюжете. Рекордное подорожание продуктов – это в среднем 7% по сравнению с январем прошлого года. Поэтому такое подорожание не катастрофичное, но есть две причины роста стоимости продуктов. Первая причина – это весьма существенная девальвация рубля в течение прошедшего года. Если мы вспомним, то в январе 2020 года доллар стоил 62 рубля, сейчас он стоит 73,74 рубля. В таких условиях значительная часть импортной или частично импортной сельхозпродукции становится дороже. Это происходит из-за увеличения расходов импортеров-производителей на закупку определенной продукции. Второй фактор подорожания продуктов – это повышение цен на сельскохозяйственную продукцию в мире. Дело в том, что прошлый год, 2020, был не очень удачный для сельхозпроизводителей, не в России. В России как раз все более-менее удачно, но во многих регионах мира урожай сельскохозяйственных культур оказался достаточно низким, что, естественно, породило дефицит и породило повышение цен на мировом рынке. Внутренним производителям становится более выгодно продавать свою продукцию на международном рынке по более высоким ценам. А те, кто продает в России, тоже повышают цены для того, чтобы компенсировать разницу. Но возможно, что если 2021 год будет урожайным, то цены на продукты снова снизятся, говорит Игорь Кох. Инджимин Небаева, Универ Ньюз.